Девочка-пай 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 У нас в основном два этажа. Это пятый этаж, где хирургия, где бывает особенно зимой много у нас там страждущих. И вот тогда у нас уже очень горячая пора. Сначала они такие бедненькие, ничего не просят, ничего не хотят. Мыть их нельзя еще. Когда они немножко окрепнут, вот тогда у них аппетит разгорается. Они просят и то купить, и другое купить. Они так нас ждут. Они уже по именам нас всех знают. А у нас матушка Валентина была, а у нас там были уже другие. Вот, повеселее становятся. И еще у нас этаж, седьмой этаж. Там неврология. Там лежат расслабленные, там тяжело больные. Ну, можно сказать, перед смертью они уже лежат некоторые. Нам даже не разрешают их даже вводить в ванную и мыть. Только там протереть тихонечко, аккуратненько. Даже поговорить с ними, они не понимают уже ничего. Только спросишь, верующий, крест-то почему не носишь? Надо крестик-то тебе? Надо. Вот принесем крестик, оденем, протрем. Вот так вот утешительные слова кикетское скажем, и вот все. Там очень тяжелое отделение. Там даже нам тяжело бывает смотреть, как они мучаются в нейрологическом отделении. Любовь Павловна Устюжанинова – одна из сестер милосердия хосписной службы, созданной при храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. А расположен храм на территории Екатеринбургской городской больницы номер 7. Помощь тяжело больным – это главная задача скорбященского прихода, где настоятелем служит священник Георгий Зыков. Свои труды в больничном храме отец Георгий начал два года назад. Казалось бы, срок небольшой, но сделано уже немало. Это огромная благость, что в нашей больнице существует храм. Конечно, это замечательно. Но не случайно еще в позапрошлом веке первое, что открывалось при любой лечебнице – это храм. Мы сейчас не всегда понимаем, не всегда допускаем такую мысль, что пока страдает дух, излечить тело нашими традиционными способами бывает невозможно. Поэтому храм, который существует при больнице, это замечательно, это очень хорошо и очень-очень помогает, помогает в первую очередь больным. При нашей больнице существует приход, в приход нам очень помогает, с нашими родителями, детьми, которые приходят родители и спрашивают. Первый вопрос они – почему именно у нас болят у детей уши? И всегда говоришь, ну это ведь не от меня дано, это ведь дано где-то с другой стороны. Ну простыл ребенок, хорошо. Но когда вы ответите, я им так и говорю, вот почему у других детей сахарный диабет, почему еще какие-то заболевания есть? Я им всегда говорю, вы когда ставите вопрос, почему, вы никогда на него не найдете ответ. Вы поставьте немножко по-другому вопрос, для чего вам это дано? Когда приходит к нам батюшка, батюшка всегда у нас приходит по воскресеньям и старается с нашими детьми проводить беседы, старается как-то помочь. Мы люди, которые иногда что-то недопонимаем, недослышим, иногда что-то мы не хотим просто услышать. Не то что, а то, что в первую очередь эта душа у ребенка страдает, и связь между родителями и детьми, она очень взаимная. И что дети страдают за грехи своих родителей, это однозначно. Поэтому батюшка им объясняет, помогает, рассказывает им что-то. И получается у нас, когда сходят они в церковь, иногда придешь, где дети, где дети? Нет детей, дети как вымерли, куда делись дети? И дети прибегают радостные, дети, где вы были? А мы в церковь ходили, там праздник был, и они все такие довольные, радостные, по отделению возбужденные бегают. Смотришь, и идет, и идет потихонечку лечение. Наши дети сюда и приходят, тяжелых детей приводят. Особенно, когда бабушка лежит с ребенком и видит, как ребенку тяжело, и она утешается, и ребенок мягким становится. Сегодня физики, смотрите, сколько пишут, что молитва, пение, тексты – это здоровье. И сколько нам дано, да если бы мы поняли, как это важно. Я-то убеждена. И очень, ну и тужу, что так трудно человеку это понять. А если бы мы поняли, что… Я прежде думала, что печень больная – это злой. Оказывается, наоборот, злоба – это больная печень. А уныние – это поджелудочный разрушается. А страхи – это почки пострадают. Господи, помоги нам это понять. Помоги любить. Спрощаться. В нашем отделении у нас ведь даже меняются мировоззрения иногда. У людей, которые приходят лечиться, приходят очень агрессивно настроенные, приходят требовательные, приходят такие по жизни, слово вылетело из головы, потребители по жизни. А пообщавшись с батюшкой, с матушкой на воскресных беседах, спустившись раз-другой в наш храм, люди меняются. Бабушки, мамы крестят своих детишек. У нас отец Георгий очень много детишек окрестил. И приезжали из области одни, а уезжали уже совершенно другие. Вспомним библейское «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя». А дальше в книге Иисуса Сына Сирахова говорится «И дай место врачу, ибо Его создал Господь, и да не удаляется Он от тебя, ибо Он нужен». Такой взгляд на совместное служение церкви и медицины в православной России существовал всегда, за исключением большевистского безвремения. Однако жизнь все возвращает на круги своя, вот и создание православных храмов в лечебных учреждениях теперь становится закономерным. Пример тому – Скорбящинский приход в седьмой больнице. Здесь на конкретных примерах можно видеть, как Слово Божие помогает исцелению больных. «Слава Богу, понимание того, что здравоохранение без православия невозможно, без веры невозможно, потому что если у нас не будет хорошего духовного направления, никогда здоровым не будешь. Вот сегодня к нам поступила девочка тяжелейшая, но если она не поймет, что ей хорошо в больнице. Мы взяли другую с тяжелейшим осложнением, привили ей, показали, и она, находящаяся в очень тяжелом состоянии, улыбается, смотрит. Любить важно, а основа православия – это любовь. Я хочу рассказать, что именно в это воскресенье я именно в этой церкви покрестилась. Мне кажется, что у меня есть какой-то прогресс в лечении, то есть у меня поднялось настроение, то есть я лучше себя настала чувствовать. Я вот явно ощущаю, что у меня все будет хорошо, я иду на выздоровление. Я лежу в этой больнице около недели, и когда я шла в эту больницу, увидела случайно, что в этой больнице есть храм. Как только обосновалась в палате, решила сходить в храм. Не только надеяться на лечение врача, решила, но и надеяться на Бога, на более быстрое выздоровление. И вот лично я пришла в этот приход очень так как-то, говорю, очень знаменательно. Почему? Потому что есть у меня знакомая, и вот как-то я все старалась ей помочь. И своей помощи у меня не хватает. И я пошла, спустилась в храм, в наш приход, и был отец Георгий, и мы с ним так поговорили. Он говорит, а вы сами-то ходите? Я говорю, да нет, вроде я не хожу даже. А почему не ходите? И так мы хорошо с ним пообщались, и я поняла, что да, для меня это надо, и можно ходить. И всегда, когда приходишь в церковь, существуют какие-то бабушки, которые тебя вечно одергивают. Не так пришел, не так посмотрел. Молодежь в основном этого как-то стесняется, боится. И здесь чувствуешь себя как дома. Мы потому и очень старались создать здесь храм, потому что вначале это было непонятно, непринято. В нашей больнице, в общем-то, Протасов, главный врач бывший, помогал. Конечно, сложно, вот вы видите, как тесно, но нет сегодня в здравоохранении возможности дать хорошее помещение, и оно бы нужно было. Но даже это маленькое помещение приносит очень большую пользу. Мы благодарны сегодня и батюшке, который приходит в отделение часто. Люди тут разные встречаются. Кто-то верующий, кто-то маловерующий, кто-то неверующий. Иногда заглянешь в палату, спросишь, крещеные есть? Иди отсюда. А некоторые, ну, это редко встречается. В основном в палату впускают. Раздаю газетки. С иконы вот хожу. Ну, в таком виде я вот только сегодня. Потому что обычно у меня две большие сумки, иконы еще в руках. В сумках газеты на раздачу, книги, диски. Все это вот дарим. Ну, и кто захочет, может быть, кто-то из церковной лавки что-то приобрести, то покупают, жертвуют. Задают вопросы всякие разные. Но в основном вопросы вот такие вот. Почему болею? Что вы эти вопросы пишите? Ну, в основном, что же отвечаю? По грехам. Не все это, правда, понимают. Но в основном стараются слушать. В основном приходится рассказывать, что такое исповедь, что такое причастие. Как-то успокоить человека. В прошлую субботу я ходил, и пришлось... Человек тут один был, что готов был на себя руки наложить. Вот такие вот даже состояния бывают. То есть деятельность тут наша нужна. Виктор Цирулев – ближайший помощник настоятеля прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. Он из военных. Когда-то сам перенес тяжелую болезнь и считает, что такие испытания даются не случайно. У меня была одна тяжелая болезнь. Мне приходилось ее очень долго лечить. И так вот получилось, что меня для лечения этой болезни понаправили в Смоленскую область. И как мне только удалось вырваться в город Смоленска, там Смоленская чудотворная икона Божьей Матери, я сразу же туда, к Божьей Матери, выпросил у сердобольных бабушек в Смоленском кафедральном соборе Акафист. Акафист читал с такими слезами рекой шли. Потом постоянно, или за время лечения, или вот этот вот Смоленский собор, или рядом там храм Николаевича Дотворца приезжал. В общем-то врачи мне сказали, 6-8 месяцев будешь лечиться, а я за 4 месяца вылечился. Вот конкретное действие Божьей силы. И врачи были удивлены. Всего только пятилетиям исчисляется история прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. Однако можно с уверенностью говорить о том, что священные церковнослужители здесь серьезные и вдумчивые, а помощники у них добрые, и с некоторыми из них мы вас уже познакомили. Чуть позже познакомим с другими. Ну а пока слово отцу Георгию Зыкову. Именно он, настоятель прихода и пастырь, видел, как складывалась община, как менялись и возрастали духовно люди, приходящие в храм. Постепенно складывалось такое ядро прихода, которое с помощью тех прихожан, которые сейчас входят и в приходской совет, и помогают мне в богослужениях, вот благодаря этому ядру, такому крепкому, духовному, и пошли дела, начиная вот и с ремонта, который был совершен в течение года, и в богослужениях, и была создана хосписная группа, которая регулярно, хотя это все тоже с трудом давалось, не сразу, с молитвой, конечно, Божья помощь шла, и слава Богу, большую помощь сейчас оказывают больным, вот эта хосписная группа ходит, ну, каждое воскресенье ходит, и одна прихожанка ходит, ну, можно сказать, каждый день, она посещает тяжелобольных. Второе, что это воскресная школа, тоже начиналось очень тяжело, все это не могли найти учащихся, даже давали объявления по радио православному, а потом с Божьей помощью, значит, пошли ученики, появились, и слава Богу, вот сейчас в течение года уже мы занимаемся с ними, не уходят, остаются ребята, даже приходит новый, начинали у нас было три человека, а закончили семь человек, ну, вот один поступил у нас в духовное училище. По воскресеньям мы посещаем детское отделение, батюшка кормляет духовно, помазает елеем ребят, вот, и прикладывается к иконе, учит креститься. А я затем продолжаю в виде беседы с ребятами о церковных православных праздниках. А вообще, рейтмотивом моих бесед всегда идет такая ключевая фраза, как «православие как образ жизни». Православие — это красиво, православие — это радостно. Жить с верой Господа — это спасительно, это, ну, как сейчас говорят ученики, здорово. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда беседу проводишь с ребятами, уровень достаточно разный, возрастной, возрастной ценз. То есть, начиная с трех лет, двух лет, когда мамы сидят с ребёночком, средний возраст, и даже старшеклассники находятся на лечении в этом отделении. Поэтому выстраиваешь беседу так, чтобы ребятам было это узнаваемо. И отклик всегда... Вот мне очень радостно проводить беседы эти. Почему? Потому что, как сказал Господь, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да видит, то здесь, в данном случае, и глаза, и уши, и сердце раскрыты. Очень хорошо воспринимается. И всегда я говорю, смотрите, ребята, вот вы заболели, и как всё промыслительно. Вы услышали вот Слово Божье, вы приложились к иконе, может быть, давно не ходили в храм, может, вообще не ходили. Вы спуститесь в храм. То есть получается, что всё не зря, всё Божий промысел. И вот такой опыт бесед, он, конечно же, хорошо применяется и на занятиях воскресной школы, которые ведётся при нашем приходе. Я очень благодарна, что вот так Господь меня от школы, где по 30 человек в классе, и шум, и гам, но ты несёшь... Я всегда работала с установкой на духовное осмысление предмета своего русской литературы, мировая культура. И благодарна, что сейчас эта аудитория поменьше, полегче стала уже работать. И что диалог, диалог вот здесь как раз, то, что не хватает в школе порой, здесь диалог восстановлен. Поэт сказал, что судьба каждого человека это как история планеты. У каждой всё особое, своё, и нет планет, похожих на неё. Если пристальней смотреться в героев нашего сегодняшнего фильма, то можно увидеть, какие это необыкновенные люди. Отец Георгий, матушка Наталья, хосписная сестра Любовь Фалуна Устюжанинова, ухаживающая за тяжелобольными. Им есть что рассказать о своей жизни, о вере. А вот ещё один рассказ служащий прихода Марии Ивановны Маленьких. Надо сказать, что вера в Бога мне с молоком матери была впитана. И у нас семья очень верующая, мама была очень верующая. Ну а так как мы жили в деревне, уехала я из деревни, и как все, вступила в комсомол, отошла от Бога, и вот меня Господь, слава Богу, развернул. Увидела я такой сон. Церковь, маковку храма, крест, и Матерь Божию над этим крестом, и много-много по краям святых. И вот эта картина в моих глазах растёт и растёт, и во всё небо. Я очень проснулась такая, ну, потрясённая. Я побежала в храм. У нас только храм был Иоанновский, один. Ну, стала спрашивать вот бабушек таких же, как я, как это расценить, что это? Ну, кто что? Я так... Через две недели я попадаю на операцию, и операция оказалась очень сложная, онкологическая. Вот это меня потрясло. Потрясло и развернуло как-то я... Ну, обратилась обратно, стала ходить в храм, пошла на исповедь, на причастие, и далее, и далее. Потом мы поехали с дочерью в монастырь Дивеева, когда открылся уже Дивеевский монастырь. Съездили мы с ней дважды, зимой и летом, купались в источниках. Олечка моя закончила педагогическое училище, педагогическое, и посмотрев на Дивеевских сестёр, она сказала, мама, я пойду в монастырь. И они с Егуминой и Лисоветой отправились в Туринский Свято-Николаевский монастырь возрождать. Вот 13 лет. Я очень благодарна Господу. Очень благодарна Господу, Матери Божией, что Оля избрала именно этот путь. Здесь я в алтаре батюшке помогаю. С этим храмом много связано. Тут оно... Жена у меня некрещеная была, она вот крестилась в этом храме. Потом вот, наверное, в этом храме мы самые первые венчались. До нас, наверное, никто не венчался, не было таких случаев. Вот, вон, с женой венчались. Потом дочь у меня, как родила, сразу же крестили. Она совсем маленькая была. По возрасту месяца ещё не было, но вот крестилась. Порой торопишься после службы домой уже идти. И думаешь, идти, не идти туда. Ну ладно, некому идти, пойду, схожу. А оттуда возвращаешься с каким-то вот чувством, что ты какую-то пользу душевную получила, какую-то радость. Кому-то что-то сделала. Вроде незаметно это сделала, да. А когда возвращаешься, идёшь домой, и уже с всем другим состоянием, душевной радостью идёшь. Значит, это мне польза. Не только им ты дала пользу, а мне душевная польза от того, что ты кому-то чем-то помогла. Они очень благодарят, которые могут говорить, особенно нейрология там. Они очень благодарят. Матушке, да большое вам спасибо, да вы пришли. А откуда вы? Из церкви. Вы не знаете, что здесь церковь? Нет. А вот знаете, что здесь церковь есть. Вот как поправитесь, приходите в церковь. И люди приходят в больничный храм, получая лечение от врачей и духовную поддержку от отца Георгия и его помощников. Рассказывая о себе, настоятель посетовал, что слишком поздно он пришёл к вере, в 48 лет, а сделать хочется так много. Впрочем, послушаем, что он сам говорит об этом. Жизнь моя до этого, ну, собственно, не имела смысла. И надо было всё это наверстать. Вот и здесь вот такое произошло, какой-то переворот в душе, так сказать, революционное, что отступать некуда. И я вот стал наверстывать. А главное, Господь вот мне вот это открыл такое чувство любви к ближнему. Но я просто не боюсь это сказать, потому что, ну, что есть, то есть. И я стараюсь вот использовать то, что вот этот дар к ближнему и в отношении к больным, и к прихожанам, и к солдатам, да и с кем. Только меня Господь не встречает. Стараюсь помогать, ну, если молитвами, конечно, прежде всего. И очень приятно, конечно, бывает, когда приходят и больные, благодарят и рассказывают всякие истории, которые с ними происходят. Ну, это как бы уже такие личные, личная тема, и чудеса интересные. Но все это дает новые силы для того, чтобы продолжать свою деятельность и стараться, чтобы на приходе все было хорошо. Конечно же, хотелось бы, чтобы был все-таки храм отдельно, независимо от больничных условий и начальства, а свое отдельное здание, ну, если не внутри территории больницы где-то рядом, потому что опыт ведь показывает, что храмы пустыми сейчас не бывают. Ведите на любую воскресную службу, в любой храм, они переполнены. И когда здесь у нас собирается до 60 человек в этих 30-70 квадратных метрах, тут ни кондиционер не помогает, тесновато, да, тесновато. И, конечно, смотришь, дверь приоткрывается, больные может быть тоже бы захотели подойти, значит, и смущаются идти в условии. Вот у меня такая мечта, конечно, мы молимся и совместные молитвы о том, чтобы нам построить храм, Господь сподобил на те благодетели, благотворители, чтобы удалось вот это осуществить, нашу мечту вот такой вот. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Отношение себя, мне бы хотелось, чтобы Господь дал мне сил, сил, более-менее здоровья, чтобы продолжать свою деятельность, чтобы хоть как-то окупить ту бессмысленную жизнь, 48 лет, которой я прожил вне Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok